привет друзья привет друзья привет 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 это только начало это только началось это только лишь начало все получается привет друзья вы давно спросили разобрать штабелер и мы вас услышали начинаем серию роликов с разбора данной модели тор дюйси 1520 простонародье дюк что же это за зверь такой вкратце гидравлический штабелер с электроподъемом то есть перемещается он при помощи обычной физической силы но поднимает и отпускает грузы благодаря электрической системе гидравлики как использовать штабелеры по назначению да и в принципе какие они бывают можете ознакомиться в наших плейлистах там все очень удобно сформировано по рубрикам сегодня мы разберем конструкцию данного штабелера возможные поломки и правильный уход за оборудованием для начала как всегда коротко о принципе действия техники параллельно с конструктивом сам штабелер состоит из основной рамы мачты с кареткой вилл гидроузла колес и технической частью спрятанный под кожухом под защитным кожухом находится аккумулятор двигатель гидравлический блок бак с маслом и рычаг спуска подъема при помощи данного рычага мы воздействуем на электрическую сеть гидравлического блока тем самым приводя в действие шток гидроцилиндра который при помощи цепей поднимает или отпускает каретку с виллами все просто теперь по порядку начнем с главного элемента передвижения колес у модели и вайси нейлоновые колеса которые достаточно сильно страдают от езды по неровным поверхностям ровно как и подшипники справедливости ради нужно сказать что все штабелеры предназначены для ровных полов а об идеале для наливных ролик про колеса есть на нашем канале далее каретка она находится в мачте подъем и опускание каретки происходит благодаря цепям а удерживать каретку в ровном положении помогают ролики в которых есть подшипники собственно эти подшипники и могут со временем выйти из строя в этом несложном случае меняем подшипники и техника вновь строю а теперь гидроузел что это такое цилиндр и основной шток с манжетами возможные неисправности течь масла из-под верхней манжеты причины задиры на штоки износ манжеты и перегруз метод решения замена манжет замена манжет и проблем больше нет течь масло также может образоваться и через соединение шланга с гидроузлом меняем прокладки также рекомендуем обратить внимание на состояние самого шланга а сейчас подробнее о том что находится под кожухом аккумулятор на данном штабелере стоит тяговый свинцово-кислотный аккумулятор 12 вольт 120 ампер часов отличная неприхотливая батарея работает на ура заряжайте разряжайте только следите за уровнем электролита двигатель простой и надежный агрегат мощностью 1 и 6 киловатт к нам на сервис ни разу не поступало ни одной жалобы на эти движки далее гидравлический блок это немаловажная деталь штабелера имеющая сеть отверстий для подачи масла в гидроузел и сброса его в бак для масла злостный враг данного блока это грязь в маслобаке который засоряет каналы также в этом блоке есть клапан сброса масла в очень редких случаях он может выйти из строя из-за резинок и прокладок имеют место быть очень редкие случаи с микро выключателем рычага на подъем могу посоветовать не давить слишком сильно на рычаг при подъеме груза он и так отлично справляется со своей задачей без лишних усилий имейте ввиду что конструктив сегодняшней модели распространяется и на всю линейку девайсей это только начало серии роликов по разбору штабелеров ждите новые выпуски и пишите в комментариях какие модели вас больше интересуют пока